Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в сороковом уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я вам покажу, на мой взгляд, очень-очень полезный и очень симпатичный виджет, который позволяет делать некие подсказки на какие-то ваши объекты. То есть изначально визуально они будут выглядеть вот такими вот пульсирующими, разноцветными кругами. Мы наводим мышь, рядом со стрелкой у нас появляется вопросик. И если мы кликнем по данному кругу, то у нас с вами выскакивает подсказка, где мы все можем вообще управлять цветом текста, крестика и плюс анимация появления. Абсолютно можно выбрать разную. И анимация исчезновения, когда мы нажимаем на кнопку «Закрыть». И я здесь вот представил с разными анимациями разные вариации. Вот такие, вот такие есть. И там есть их, конечно, намного больше. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет перетаскиваю на холст. И давайте посмотрим настройки. Первый у нас идет добавить файл. Дело в том, что вот эти вот круги, которые у нас пульсируют, они у нас изначально, это у нас картинки. Эти картинки, они идут вместе с виджетом. То есть в папке с уроком я их приложу. Мы нажимаем «Добавить файл» и в всплывающем окне вы находите папку с уроком, заходите в виджет и там будут вот такие вот разные цвета. То есть нужно загрузить одну из картинок. Например, вот желтую. Выбираю и открыть. Далее все просто. Смотрите, у нашей всплывающей подсказки есть заголовок и есть описание. Вы просто здесь удаляете все, что здесь есть и пишете свое. Я пишу заголовок демо, а здесь, например, просто описание. Дальше. Настройки. Вот эта ширина всплывающей области 500 по умолчанию. Можно сделать меньше или больше. И у этой всплывающей области есть радиус, округленные углы на 8. О чем я говорю? Давайте посмотрим. То есть вот она наверху у меня мигает. Вот эта всплывающая часть, вы видите, да, подсказка. Вот она у нас по ширине 500 и видно у нее скругленные углы. Соответственно, вы можете этим управлять. Я, в принципе, оставляю 500 и скругленные углы также оставляю. Дальше. Текст Color. То есть вот наш текст Title и Description на подсказке, какого дела цвета. Я сделаю светлым светом. А Background, заливка, я сделаю темным. То есть вы видели, она была белая, теперь она темная. Shadow Color. Это цвет тени. Оставим цвет черный у тени. Давайте на этом уровне посмотрим. Я кликаю. И вот она стала темно-зеленая. А описание и заголовок светло-желтый. Видно здесь еще синяя полосочка и крестик. Другого цвета. Давайте посмотрим. Вот как раз ниже опция Line Color. Это линия. Я выберу и делаю желтым цветом. Close Icon Color. Это цвет для крестика. Также делаю желтым и Close при наведении. То есть вот это Close Icon. Иконка закрытия. Сделаю темно-зеленый. И у нас остаются здесь эффекты анимации. Первое. In. Кликаем по анимации. И у нас выскакивает список из анимации. Из возможности выбора той или другой анимации. То есть здесь просто смотрите. Я вот уже некоторые анимации знаю наизусть. Например, вот это ТАДА. Это анимация появления. И когда мы закрываем на крестик. Как исчезнуть нашему всплывающей подсказочке. Вот этой, да. Здесь выбираете какую-нибудь анимацию. В принципе у нас уже все готово. Давайте посмотрим. Итак, я кликаю. И вот так она всплывает. Я наверх ее поднял, чтобы вы видели все настройки. Видно, сейчас линия стала желтая. И крестик желтый, да. И вот так она у нас уходит. То есть мы настройки все изучили. Я сейчас ее опущу ниже, чтобы вы ее видели. И потом что я делаю? Зажимаю Alt и дублирую. Если вам нужна еще какая-то подсказка в другом месте. Заходите в настройки. Меняйте заголовок описания. Кликайте по ссылке. Добавьте изображение. И выбирайте какое-то еще изображение. Ну, чтобы она была другого цвета. Я выбрал зеленый. Давайте посмотрим. И вот у нас две мигающие точки. Значит, это такая. И, ну, тут все то же самое. Я тут ничего не менял. Соответственно, у каждой точки вы можете индивидуально задать настройки анимации. Разного цвета их сделать. Соответственно, описание. Тут все это вы поменяете уже без труда. Вот такие вот полезные у нас есть вещи для Adobe Muse. Надеюсь, урок для вас был полезным. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. О, 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 О Продолжение следует...